Друзья мои, всех приветствую на своем канале Пушкин Лайф. Сегодня мы смотрим, делаем обзор однокомнатной квартиры по Комсомольскому проспекту 128, 97 серия, большая-большая комната, большая кухня, 9 метров, комната 18 квадратов. Квартира, со слов хозяйки, без ремонта, но основной момент, нюанс, какой мне придется продавать, это что там есть очень много мебели. Мебель личных вещей. Это всегда являлось таким, ну, небольшим нюансом, который нужно будет как-то нивелировать, чтобы показать все достоинства квартиры, потому что на самом деле квартира замечательная, она очень теплая, уютная, хорошее там местоположение, хороший двор, мы сейчас к ней уже приближаемся. Вот, очень много плюсов, их нужно показать. Когда очень много личных вещей, эти плюсы показать сложнее. Ну, мы профессионалы, будем стараться полноценно выполнять свою работу. Погнали! Это у нас площадка, 4 квартира на этаже, лифт, кстати, абсолютно новый. Вот, обращайте внимание, лифт заменили буквально несколько месяцев назад. И вот у нас двойная здесь дверь. Планировка вообще шикарная. Так, по планировке, значит, 97 серия чем у нас отличается? Тем, что здесь есть специальное место под гардеробную. Здесь, к сожалению, освещение есть, но включить я его пока не могу. Вот только фонариком, если подсветить, больше никак. Так, ну, стандартная кладовка. Здесь большая широкая прихожка. Здесь можно поставить свой шкаф. Этот шкаф можно разобрать, вынести. По отделке, если обратите внимание, сразу по стенам обычные обои. Виниловая плитка на потолке, на полу линолеум, под линолеумом бетонная плита. Так, здесь, опять же, ниша под еще один шкаф. Можно использовать. Дальше у нас стандартно раздельный санузел. Здесь у нас идет, кстати, новый, обратите внимание, заменили полотенцесушитель. Полностью наварили новые жаковские работники, сделали. Ванна просторная. Уже есть куда подключить стиральную машину, стиральная машина заберется. Так, туалет. Осталось только покрасить трубы. Все, счетчики есть. Это у нас холодная вода, по-моему. Да, холодная вода. А здесь у нас горячая вода. Счетчик и крам. Сама кухня. Кухня, кстати, хоть здесь вот такое прекрасное цветение, но кухня просторная на самом деле. Очень здесь много места. Она, наверное, даже не меньше 9 метров прямо будет. Еще по плану потом посмотрю. Точно метраж кухни. Но вообще просторная. Обычное деревянное окно, но в квартире очень часто тепло, хотя на улице зима, минус 10 градусов. Радиаторы отопления здесь, давайте посмотрим. Они в стене, да. Вон вижу в стене. Петля там, петля там. Мы попадаем в комнату. Так, и вот мы попали в комнату саму. Так, ну потолки. Что на потолке у нас просто обои. Обои. Можно их, в принципе, и ободрать. Можно оставить. Это уже по желанию. Опять же, тут тоже отопление в стенах. Здесь сделано одно евро окно. Центральная дверь. Справа, слева по стеклопакету. Балкон. Это балкон, это не лоджия. Ну, относительно просторный. Можно остеклить по вашему усмотрению. Сторона света, это восток. Справа будет эта вот поликлиника на отделение филиал номер пятой поликлиники. Кстати, тут же у нас и мусор далеко выходить не надо. Все, смотри, все прибрано. Все сделано. Сейчас давайте увеличим, я вам покажу. Мусорка чистая. Все красиво. Так, ну что здесь из ремонта? Ну, конечно, если все будет, все собственники все заберут. Останется сделать только вот косметический ремонт под себя. Ну, и застеклить балкон. На выход. И сейчас посмотрим с вами прилегающую территорию инфраструктуры. Я вам все покажу, где остановки, где магазины, школы, садики. Так, вот у нас получается мусоропровод рабочий. Все работает. Зарпаха никакого в подъезде нет. Подъезд вообще идеальный. Смотрите, вот, если вы увидите, ощущение чистое. Тут, по-моему, и ремонт недавно сделали в подъезде. Вот мы прям, я сейчас пробегусь до первого этажа и покажу вам, что... Сами жители относятся к своему подъезду очень трепетно. Кто у нас? Управляйка ПЖУРУ Курчатовского. Управляйка, управляйка. Есть. Так. Парковочных мест тоже, кстати, здесь достаточно. Это у нас школа. Там у нас один садик. Следующий, второй садик. Подъездные двери выходят на западную сторону. Так, ну давайте сейчас тогда я покажу вам саму поликлинику. Вот зелененькая. Это вот зелененькая и есть филиал поликлиники. А аптека рядышком. Так что для удобства и медицинского обслуживания здесь все очень близко и комфортно. По стоимости данной квартиры. Пока мы определили стоимость в 4 миллиона рублей. Пишите в комментариях свои предложения. Предлагайте свою стоимость. Будем обсуждать. Рассматривать все варианты. Пока-пока.